Музыка Уважаемые коллеги, уважаемые студенты, прежде всего хотелось бы поблагодарить за приглашение и за теплый прием. Сегодняшняя наша лекция называется «Стратегическое партнерство Кыргызской Республики и Российской Федерации в новую эпоху». Мы видим, что мир меняется стремительно. Человечество сталкивается все более сложными вызовами современности. Мировая система вновь достигла своего высшего уровня развития и находится на стадии кризиса. Это приводит к серьезным противоречиям между странами. Конечно, поодиночке справляться с вызовами и угрозами современности становится гораздо труднее. Слаборазвитые и маленькие страны нуждаются в поддержке сильных и больших государств. Взаимозависимость государств усиливается, мы это наблюдаем. Мир движется в сторону интеграционных процессов. Наступает эпоха объединений. Согласно данным, Организация Объединенных Наций, число независимых государств, получивших международное признание и являющихся членами ООН, составляет 193. Наблюдается тенденция углубления интеграционных процессов этих государств. Наиболее слабые и маленькие по территории государства и страны движутся по пути экономического, политического и военного сближения с крупными, сильными, относительно развитыми государствами. Процессы глобальной интеграции, нужно подчеркнуть, носят естественный характер. Однополярный мир, который возник после саморазрушения Советского Союза, изжил себя. Глобализация мировой системы под руководством наших так называемых заокеанских партнеров, прямо скажу, провалилась. Международная система отношений под диктатом одной страны оказалась неспособной успешно преодолевать проблемы современности. Мы это видим. Западные игроки во главе США руководствуются личными интересами и двойными стандартами. Об этом свидетельствуют многочисленные факты, которые приводят к гибели самостоятельных стран. Об этом свидетельствуют факты, которые известны всем нам. К примеру, китайское общество по изучению прав человека заявило, что 220 лет из 240 после провозглашения независимости США ведут агрессивные войны. Это то есть практически каждый год по одному вооруженному конфликту в мире. С 1945 по 2001 годы в 153 регионах мира произошло 248 вооруженных конфликтов. 201 из них спровоцировали Соединенные Штаты Америки. Нередко США применяли силу за рубежом под гуманитарным предлогом. Но эти войны привели не только к колоссальным потерям среди военнослужащих, но и к серьезным жертвам среди гражданского населения, а также огромному материальному ущербу. Кроме того, за период 21 века военные Соединенные Штаты Америки вторглись в 42 государств мира. В военные операции США привели к гуманитарной катастрофе, от которой по сей день не могут оправиться в такие страны, как Ливия, Афганистан, Йемен, Ирак, Уганда, Сирия, Палестина, Украина и многие другие. Количество потерпевших от этих конфликтов граждан исчисляется миллионами. Например, только в одном Афганистане из-за войны, начатое США, появилось более 11 миллионов беженцев по всему миру. Также в ходе Палестино-Израильского конфликта огромное количество людей в секторе Газа и на западном берегу Ярдан стали жертвами действий израильских военных с начала эскалации. Число погибших в секторе Газа достигло 30 тысяч, в том числе не менее 10 тысяч детей. Из 7 тысяч женщин еще почти 60 тысяч пострадали. Особо подчеркну, что Соединенные Штаты Америки оказывают финансовую и военную помощь Израилю. США за финансовые 2001-2023 годы предоставили Израилю 63 миллиарда долларов. Это в среднем по 3 миллиарда долларов в год. В том числе вооруженные силы США принимают непосредственное участие в военных действиях против многострадального народа Палестины. Для обоснования своего вмешательства во внутренние конфликты в иностранных государствах Вашингтон использует широкий набор шаблонов, которые мы видим. Интервенции проводились под различными предлогами. Это противодействие распространению коммунизма, прекращение агрессии, защита прав и свобод человека, восстановление справедливости, борьба с терроризмом, защита американской диаспоры и так далее. При этом США используют прямые и косвенные методы вторжения. Главными спонсорами и организаторами большинства госпереворотов, цветных революций и восстаний является США. Вот только в Кыргызстане под руководством Вашингтона и Лондона за последние три десятилетия деструктивные силы совершили несколько так называемых цветных революций. Это 2005, 2010, 2020 годы. Известно, что слово «демократия» происходит от греческих слов «демос народ», «кратос власть». Таким образом, демократию можно понять как «власть народа». Однако, от нас даже не скрывают, что демократия по-американски означает власть США, а не власть народа. Естественно, такая система взаимоотношений на международной арене не является справедливой. Гегемония западных стран во главе США послужила катализатором объединения несогласных с однополярной международной системой. Возникают новые мировые центры развития. Мир становится многополярным. Для того, чтобы эффективно преодолевать любые вызовы современности, надо объединяться. У Кыргызстана нет общей истории и ментального единства с Западом, так же, как и общей культуры и языка. Мы не должны сворачивать с того пути, который обозначили нам наши отцы и деды. Это надо говорить прямо. С каждым разом человечество сталкивается все большими проблемами. И справляться с ними поодиночке становится гораздо труднее. Поэтому есть все основания заявлять, что объединение вокруг новых мировых центров развития, каковым, на мой взгляд, является Россия, придаст новые темпы развития для многих стран мира. Еще в XIX веке предводительница южных кыргызов, царица Курман Джандатка, взяла курс на дружбу с Россией. Позже, в XX веке, этот курс продолжили первые секретари ЦК Компартии, Искак Розаков, Турдакуну Соболиев, Абсамат Масалиев в рамках тогдашнего единого государства Советского Союза. Мы образовали и строили одну державу совместными усилиями. Вместе победили фашизм в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, освободив весь мир от коричневой чумы фашизма. За кратчайшие сроки восстановили разрушенные города и села. СССР развивалась высокими темпами. Советский Союз первые 30 лет имел темпы экономического роста средние 14% в год. Для сравнения, китайцы имеют 10% в год за те же 30 лет. Уже спустя 16 лет после самой кровопролитной войны в истории человечества мы первыми покорили космос. Наша интернациональная Родина показывала чудеса успехов во всех сферах человеческой деятельности. Это факт. Поэтому, несмотря на раскольническую международную политику заокеанского партнера, широкие массы Кыргызстана полагает главным союзникам именно Россию. Вместе с тем, в Кыргызстане излишне заигрывают Соединенным Штатам и Западам в целом, не понимая риски, которые таятся в таких отношениях. Так как усилие ответственных лиц США по работе в Центральной Азии, в том числе с Кыргызстаном, заключается в действительной стабилизации региона. Это подтверждается последними событиями в Казахстане и в Узбекистане. В Кыргызстане существует десятки тысяч НКО, прозападных СМИ, которые финансируются США и Великобритания. Они ведут подрывную работу в обществе, распространяют бред о третьем гендере, лоббируют прозападные интересы, разрушают семейные ценности и основы культуры кыргызского народа. Они рожгают вражду между югом и севером Кыргызстана, между старшим и младшим поколениями, между женщинами и мужчинами. Прозападные политики, активисты, прочие представители НКО, НПО в Кыргызстане искусственно разжигают межнациональную рознь, раскачивают русофобские, антироссийские, националистические настроения в обществе, лоббируют псевдоценности, которые чужды менталитету и культуре наших народов. Параллельно они ведут работу по дискредитации, дружбы, стратегического партнерства между нашими странами в информационном пространстве в целом, в том числе и во всех социальных сетях. Можно сказать прямо, они представляют угрозу для безопасности Центральной Азии в целом. На фоне угрозы международного терроризма и экстремизма, политической, информационной, военной опасности, Безусловно, страны Центральной Азии, в том числе и Кыргызстан, нуждаются в гарантии безопасности. Стабильность в Кыргызстане имеет возможность обеспечить только Россия. Почему? Объясняю. Кыргызы ментально, исторически, этнически, культурно связаны с землями России. Предки кыргызского народа еще в 201 году до н.э. населяли бассейн Енисея и Сайна-Алтай. Много веков кыргызы дружно жили совместно с народами, которые населяли нынешние территории республик Тыва, Хакасия, Алтай и Краснорайского края. В этом смысле кыргызы исторически являются коренными россиянами. Современные кыргызы произошли от инисейских кыргызов. Уже в конце XVII века кыргызы перекочевали на нынешнюю территорию Кыргызстана, Тяньшань. Позже кыргызы в XIX-XX веках в рамках Российской империи и Советского Союза совместно жили и строили одну державу. Нас объединяет сотни веков совместной жизни. Мы привыкли друг к другу. Нас объединяет один язык, русский язык. Кроме того, в настоящее время Кыргызстан и Россия являются членами СНГ, ОДКБ, ШОС, ЕС и Таможенного Союза. Между нашими странами заключены более 30 договоров и соглашения о сотрудничестве. В 2000 году была подписана декларация о вечной дружбе, союзничестве и партнерстве между Кыргызстаном и Россией. К примеру, по итогам 11 месяцев 2022 года товарооборот Кыргызстана и России вырос в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. В результате сотрудничества с Россией Кыргызстан обеспечивается почти самым дешевым газом среди постсоветских стран. Более того, «Газпром» взял на себя обязательства по долгам Кыргызгаза. Также компания «Газпром» инвестировала в систему газоснабжения Кыргызстана 18 миллиардов рублей. Уровень газификации в Кыргызстане составляет 30%. А в октябре 2023 года уважаемый президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин заявил, что Россия поможет довести уровень газификации в Кыргызстане до 60%. В России трудится более 1 миллиона кыргызстанцев. Ежегодно из России наши соотечественники перечисляют в Кыргызстан около 2,5 миллиарда долларов. Доля денежных переводов кыргызстанцев из России составляет 30% от ВВП Кыргызстана. Россия оказывает финансовую и гуманитарную помощь. Списываются кредиты, создаются совместные фонды в целях модернизации экономики. Выделяются сотни миллионов долларов на укрепление государственных границ Кыргызстана. Мы уже получили помощь от Братской России на 1 миллиард долларов. Сотрудничество Кыргызстана и России формируется на взаимовыигрышной основе. Отмечу, что на фоне высоких темпов экономического, политического и военного сотрудничества между нашими странами, западные государства во главе США оказывают беспрецедентное давление на руководство Кыргызстана. Нас просто заставляют не только не дружить с Россией, но и вводить санкции против России. Как мы будем вводить санкции, если более миллиона кыргызстанцев живут в России? Это же ударит по нашим людям. Поэтому нас связывают тесные узы, экономические, социальные, родственные узы. Поэтому я считаю, что мы должны держаться вместе и рассчитывать на то, что было завоевано нашими отцами и дедами, мы не потеряем. Объективные обстоятельства сами подталкивают нас быть вместе. В единстве наша сила. Именно поэтому наши оппоненты действуют по принципу Макеавелли, то, чем управляешь, разделяй. В политике и социологии разделяй власть, то это стратегия получения и поддержания власти путем разделения большей концентрации власти на группы, которые индивидуально имеют меньше власти. Чаще всего маленьким группам власти препятствуют соединиться и стать более мощными, так как обычно труднее разбить уже существующие структуры. Эффективно использование этой техники позволяет небольшими силами, в том числе извне, управлять теми, кто вместе имеет большую власть. Или имел бы большую власть, если они могли бы объединиться. США совместно с сателлитами в 1991 году удалось раздробить Советский Союз на 15 республик. Позже они противопоставили братские страны, братские народы друг на друга. Также раздробили страны изнутри. Более того, разрушают основы государства, институты семьи. Мы не можем просто наблюдать за тем, что происходит. Необходимо предпринимать решительные действия. Объединение в единый союз независимых государств является требованием времени. Нам нужен обновленный формат нового союза братских народов. Человечество должно отказаться от пережитков прошлого, от психологии государственного эгоизма, государственной обособленности. Мы должны двигаться в ногу со временем, осознать, что мы граждане одной маленькой планеты Земля. Объединяться, чтобы успешно преодолевать любые вызовы современности. И далее двигаться вперед по пути прогресса. Сегодня мы достигли высшего уровня технического, информационного, экономического прогресса. Мы живем в век IT-технологии и искусственного интеллекта. Современные проблемы в мире, такие как глобальное потепление, катастрофическое загрязнение окружающей среды, снижение биоразнообразия, озоновые дыры, дефицит ресурсов, проблема СПИДа, проблема отсталости стран третьего мира, возможный массовый голод, социальное неравенство. Подталкивает нас вместе их решать. Совместными усилиями мы должны справиться с угрозами международного терроризма, киберпреступности, астероидной опасности, проблему сохранения мира и угрозы ядерной войны. Пройдет 100-150 лет, как мировые вызовы объединят все человечество. Мы будем думать о заселении планет, освоении галактик. Конечно, для осознания в полной мере, что мы одна большая семья, в одной маленькой планете нужно время. Однако ради будущего человечества пример объединения можем показать мы с вами. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова